Боевики продолжили обстрел позиций сил антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. Незаконные вооруженные формирования ведут обстрелы на Артёмовском и Донецком направлениях. Из 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия они обстреливали Майорск и Зайцево, сказано в сообщении. По информации пресс-офицера Леонида Матюхина в 22.00 произошло боестолкновение. Военным дали разрешение открывать ответный огонь, если боевики на Донбассе будут и дальше обстреливать украинские позиции. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнёв, пишет информресурс новости Донбасса. По его словам, в связи с активизацией боевиков в последние дни уже направлен соответствующий запрос в ОБСЕ, в котором есть предупреждение. Украинские военные будут стрелять, но из оружия, не запрещенного минскими договорённостями. В ещё одном запросе Генштаб просит миссию ОБСЕ выяснить, всё ли тяжёлое оружие отвели от ренни соприкосновения боевики. Вечером 10 ноября в Мариуполе прошло заседание территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент ОТВД. На заседании присутствовали 16 членов комиссии. На голосование была вынесена повестка дня, которая включала в себя 10 вопросов. Среди них признание выборов 25 октября несостоявшимися и назначение выборов в Мариуполе на 10 января 2016 года. Глава комиссии Татьяна Недавняя, представитель Народной партии, предложила записывать результаты голосования поимённо. По её словам, такое решение было обусловлено тем, что у предыдущего состава комиссии, цитата, «нисходились цифры». Это вызвало спор среди членов комиссии. За повестку дня проголосовали 8 членов комиссии против 9, среди которых 6 членов территориальной избирательной комиссии, которые ранее подали требование внести вопрос о назначении выборов в Мариуполе на 10 января. Заседание было закрыто в 18.20 в связи с тем, что не была принята повестка дня. В Славянске продолжают слушать дело по смертельному ДТП с участием милиционера. 10 ноября журналистам запретили видеосъёмку показаний свидетелей. В этот раз адвокаты обвиняемого просили суд запретить даже аудиозапись. Но судья решила иначе. Со стороны обвинения показания давал один свидетель. Он на момент ДТП работал на подсудимого. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Рассказал братцы, что произошло? Ну, сказал, торопился, говорит, выезжал из-за полоута, не увидел машину. И вот он попытался выявить и попал в ее угол. Ну и говорит, пацаны, надо что-то короче думать. Говорит, давайте сразу, что машину покупать, два гаута надо. Напомним, 1 августа в поселке Богородичное Славянского района в результате аварии погибли трое. Двое взрослых и ребенок. Прокуратура обвиняет в трагедии Павла Панасюка, который на тот момент был на службе в милиции. На заправках в оккупированном Донецке вновь отсутствует бензин. Там, где присутствует топливо, выстраиваются очереди из автомобилей. Об этом пишет сайт новости Донбасса. В социальной сети ВКонтакте в одном из донецких сообществ проводятся опросы о том, где можно приобрести бензин в городе. Также некоторых интересует причина его отсутствия. Согласно сообщениям местных жителей, дизельное топливо присутствует только на заправках «Параллель». Журналисты ОТВД узнали у жителей Славянска, что они знают о жизни в оккупации. Ну, друг мой из Горловки, он говорит, что там сейчас этот дом его разворовали, обокрали, уничтожили тоже. Я оттуда. А, вы оттуда? Да. Вы расскажете любые слова про кем там? Я только плохие слова знаю про ту территорию. Нет ни работы, нет ни быта, нет ни условий, ничего нет. В принципе, жить можно, смотря в каких городах. Вот если, допустим, друзья есть в Донецке, то как бы там все относительно хорошо. Можно сказать, как и было и до этого всего. Вот. Если какие-то брать маленькие города, такие, как, допустим, Янакио, знакомая живет, ну, немножко дефицит с некоторыми продуктами, плюс цены завышены в два-три раза, вот. Ну, как живут? Сейчас опять стреляют. Я не знаю, как в самом Донецке, ну, под Донецком люди не живут, а выживают.